Жизнь в деревне была нелёгкой. Татьяне приходилось с самого утра заниматься готовкой, хозяйством, стиркой и огородом. Женщине совсем недавно исполнилось 30 лет. Казалось бы, возраст и небольшой вся жизнь впереди, но на её плечах уже несколько лет лежали все обязанности по дому. Татьяна жила со старым больным отцом и 9-летним сыном Женей, который усердно помогал матери и отличался успехами в школе. Мальчик был настоящей радостью для Татьяны, несмотря на то, что жизнь с его отцом Никитой была не самым лучшим воспоминанием. Первые годы совместной жизни мужчина казался идеальным. Он ухаживал за Татьяной, дарил ей шикарные букеты, водил в кино и рестораны. Однако через несколько лет Никита стал здорово налегать на алкоголь. У него появились товарищи-собутыльники, с которыми супруг стал пропадать и днём, и ночью. Татьяна не выдержала такой жизни, забрала ребёнка и уехала в деревню к отцу. Матери уже давно не было в живых, поэтому помощи ждать было не от кого. Отец Михаил Фёдорович отдавал всю свою пенсию до копейки, но большего сделать для любимой дочери и внука он, к сожалению, не мог. Однако из-за этого Татьяна уже была благодарна. Она любила и ценила своего отца, ведь тот приютил их с сынишкой. Михаил Фёдорович даже настаивал, чтобы дочь вернулась в отчий дом. Не мог он смотреть на то, как алкоголик мучает его кровинушку. Татьяна вышла на улицу, посмотрела на небо и твёрдо решила отправиться за грибами. Погода была пасмурной, но солнце периодически выглядывало из-за туч. Женщина улыбнулась пению птиц, взяла корзинку и отправилась по дорожке в лес. Соседка Наталья тут же вышла на улицу, поспешно открыв калитку и с ехидством поинтересовалась, куда же направляется Татьяна. Женщина махнула ей рукой и показала корзинку, мол, за грибами пора. В ответ соседка лишь скривилась, сообщив, что в этом году грибов нет, поэтому корзинку можно было бы оставить дома. Наталья была уверена в том, что из этой затеи ничего не получится. Она уже давно завидовала Татьяне. Пусть у той брака не заладился, но зато сынишка был умным и спортивным, да и Танюшу природа внешностью не обделила. Наталье же приходилось жить с алкашом, который постоянно поднимал на неё руку. Детей никак не удавалось завести. Порой женщина думала, что ребёнок укрепил бы их семью, но за десять лет не было никаких продвижений. Врачи в один голос твердили, что женщина бесплодна, но та верила в чудеса. Татьяна с безразличием выслушала слова соседки и отправилась в лес. Она прекрасно знала, куда нужно идти, чтобы собрать не то что корзинку, целый тазик грибов. Когда отец был совсем молодым, он раскрыл дочке маленький секрет. Михаил Фёдорович показал Татьяне маленький островок, где всегда водились грибы. Вот только необходимо было сохранять осторожность, так как местность болотистая, могло и засосать. Женщина поспешно отправилась на тот самый маленький островок. Она буквально за полчаса нарезала свежих грибов, напевая незамысловатую мелодию. Таня вздохнула, взяла корзинку и только думала возвращаться обратно в деревню, как неожиданно услышала громкий плач. Женщина остановилась и прислушалась. Она поняла, с какой стороны доносится звук, и тут же отправилась на подмогу. Татьяна никогда не могла оставить в беде ни животное, ни человека. Поставив корзинку, женщина двинулась вперёд. Возле дерева она увидела мальчишку лет пятнадцати, который сидел с опущенной головой. Он обхватил колени и дрожал. Рядом стояла небольшая корзинка с вялыми на вид грибами. Женщина тут же принялась узнавать у парнишки, как же он оказался один в столь отдалённой местности. Молодой человек представился Олегом, подняв заплаканные глаза. На его лице тут же появилась улыбка. Он уже и не надеялся на спасение, но удача оказалась на его стороне. Парень рассказал о том, что приехал с родителями отдохнуть в деревню к бабушке. Сначала он прогулялся с местными ребятами, а затем вызвался пойти по грибы, чтобы принести свеженьких к ужину. Вот и заплутал по глупости. Зашёл вглубь леса, совершенно позабыв о мерах безопасности. Мальчик знал местность очень плохо, поэтому выбраться из леса было сложно. К тому же деревенька Шиловка находилась в часе от места, куда ему удалось запрести. Татьяна взяла свою корзинку, а второй рукой приобняла мальчика за плечи. Она видела, что он совсем бессил, ещё бы целую ночь провести в лесу. К тому же утро было не жарким, замёрз мальчишка, а значит, нужно было срочно оказывать помощь. Женщина пригласила Олега к себе домой, хотела завтраком накормить. Однако молодой человек категорически отказался, заявив, что мать сойдёт с ума от переживаний, а она и так уже, небось, подняла на уши всю деревню. Татьяна согласилась и показала мальчишке дорогу, а затем отправилась в сторону дома. Олег обернулся, поблагодарил свою спасительницу и заявил, что обязательно отблагодарит Татьяну, как только станет взрослее. Мальчик был уверен в том, что жизнь длинная, а значит, они ещё обязательно встретятся. Женщина улыбнулась и махнула мальчишке рукой. Возвращаясь домой, она заметила, как соседка поглядывает сквозь расщелину в калитке. Наталья хмыкнула со злостью, но выходить не стала, не захотелось позориться, ведь Татьяна в очередной раз её переплюнула. Трижды ходила женщина за грибами, да ни одного не удалось найти, а та целую корзину несёт. Окончив школу, Евгений заявил матери о том, что собирается поступать в строительный университет. Татьяна протестовать не стала, ведь у мальчика были все необходимые знания для того, чтобы успешно его окончить. Хоть и обидно было отпускать любимого сыночка, но птенцу пора было вылетать из гнезда. Женщина провожала Евгения с тяжёлым сердцем, однако тот заверил мать, что будет приезжать каждый выходной. И не соврал, парень старался часто радовать дедушку и маму своим приездом. Однако через пару месяцев молодой человек неожиданно вернулся раньше времени, утром в пятницу. Татьяна напряглась, увидев печальный вид Евгения. Женщина сразу почувствовала, что произошло нечто страшное. Она подошла к сыну и постаралась его к себе расположить. Татьяна с грустью посмотрела в глаза молодому человеку и принялась выслушивать неприятную историю. Евгений сразу подружился с коллективом, нашёл друзей по интересам. Однажды, прогуливаясь с приятелями по парку, поздним вечером Женя увидел неподалёку странную компанию. Молодые люди поглядывали в сторону парней и неприятно ухмылялись. Не прошло и пяти минут, как они оказались возле Жениной компании и стали угрожать. После этого слова сменились действиями. Парни немного помахались кулаками, а затем Жениным друзьям удалось убежать. Он один остался на лавочке вытирать кровь, сочащуюся из разбитой губы. Главарь банды, набросившийся на парня и его приятелей, сообщил, что Жене придётся туго. Он собирался вместе со своими товарищами написать заявление на Евгения, мол, он нанёс тяжёлые телесные повреждения ребятам. Конечно же, парень был в шоке от такого поворота событий и тут же стал отпираться. Однако те в ответ лишь заявили о своих больших связях и озвучили сумму, которую необходимо заплатить в кратчайшие сроки. В противном случае Жене грозит тюрьма и, между прочим, немаленький срок. Молодой человек не знал, что делать, и тут же отправился домой, чтобы попросить помощи у матери. Татьяна выслушала историю сына и схватилась за голову. Она за всю жизнь не держала в руках такой огромной суммы. Даже если женщина продала бы дом и всё имеющееся хозяйство, не удалось бы собрать и третьей части денежных средств. Женщина встала из-за стола и отправилась по соседям, чтобы перезанять хоть какую-то сумму. Вернувшись домой, Татьяна поняла, что единственным решением проблемы станет оформление кредита. Она поинтересовалась, сколько времени дали хулиганы, и, услышав срок длиной в неделю, сообщила, что в понедельник отправится в город. Женщина была настроена решительно. Несмотря на то, что зарплата уборщицы в магазине была маленькой, бросить своего ребёнка в беде она не могла. Татьяна готова была сделать всё ради того, чтобы Евгений остался на воле. В понедельник утром женщина проснулась, накормила сына и заявила, чтобы он оставался в деревне. Татьяна переживала за то, что парень может попасться под горячую руку хулиганов. Она вовсе не хотела, чтобы он в ближайшее время появлялся в городе. Женщина позвонила в университет и предупредила о временном отсутствии студента. Таня собрала в сумку все необходимые документы и отправилась на единственную остановку, чтобы на автобусе отправиться в город. Женщина была растеряна, ведь шансы на получение нужной суммы были минимальными. По дороге она молилась и целовала крестик, боясь за своего единственного ребёнка. Оказавшись в городе, женщина посмотрела по сторонам и подошла к стоявшей возле ларька продавщицы, чтобы спросить о месторасположении банка. Татьяна узнала о том, что учреждение находится в нескольких кварталах и тут же собралась с духом. Женщина с гордо поднятой головой пошла в банк, позабыв о страхе и сомнениях. Она зашла в офис, взяла талон и подошла к нужному окошку, когда на табло загорелся её номер. Татьяна предоставила все необходимые документы, а затем озвучила сумму желаемого кредита. Мужчина, сидящий напротив, усмехнулся, ведь с такой зарплатой, как у Татьяны, ещё никто не решался даже заикаться о подобных суммах. Он посмотрел на женщину и сразу сообщил, что шансы на одобрение кредита минимальны. В ответ Таня лишь тяжело вздохнула и принялась ждать. Естественно, последовал отказ. Услышав отрицательный ответ, Татьяна тут же начала плакать. Она отошла от окошка и неподалёку увидела симпатичного высокого паренька возле автомата со сладостями. Парень повернул голову в сторону женщины и неожиданно улыбнулся. Он несколько раз подкинул в руке ручку и поспешно подошёл к Татьяне. Было видно, как молодой человек рад её увидеть. Немного задумавшись, женщина вспоминала того самого мальчишку, которого много лет назад спасла в лесу. Олег пригласил Татьяну в свой кабинет, увидев её печальный вид. Как оказалось, Олег уже несколько лет занимал в банке должность финансового директора. Его отец был крупным бизнесменом, поэтому карьера молодого человека сложилась весьма успешно. Парень извинился перед женщиной, признавшись, что его отец Дмитрий Романович не смог приехать и сразу её отблагодарить, так как в одном из его торговых помещений начался пожар. Однако он готов это сделать в любой момент. К тому же молодой человек не отказывался от своих слов. Он хотел немедленно отблагодарить женщину за спасение. Татьяна не стала ходить вокруг да около и рассказала о своей проблеме. В ответ молодой человек лишь набрал нужный номер телефона. Буквально через несколько часов в кабинете оказался Дмитрий Романович, а также те самые молодые люди, которые вымогали у Евгения деньги. Вместе с ними пришёл следователь, являющийся хорошим другом Дмитрия Романовича. Как оказалось, парни уже давно промышляли подобным заработком. Они разработали схему, с помощью которой делали немаленькие деньги. Естественно, они не подавали никакого заявления в полицию, но многие люди действительно верили в то, что они это сделают. Вопрос был решён, и сыну Татьяны больше ничего не угрожало, а вот на мошенников быстро завели дело. Обратно женщина вернулась домой вовсе не на автобусе, и её привёз Олег на красивой белой иномарке. Соседка стояла у калитки и поглядывала в сторону Татьяны, которая выходит из дорогого автомобиля и широко улыбается приятному молодому человеку. Наталья с неприязнью сплюнула на тропинку и отправилась в дом. Женщина вновь чувствовала себя раздосадованной. Она зашла на кухню и со всей силы треснула мужа по затылку, заявив, «Хрен с ним, что своя хата сгорела, главное, чтобы у соседки корова сдохла, а она, похоже, бессмертная». Продолжение следует...